показать как вязать вот эту вот резинку которая хорошо тянется просто полюбуйтесь расцветкой узором рекомендую эту пряжу на кабамбина marvel 5 делаем первый наборный ряд набираю 82 петли и вяжем до следующего реглана тоже закрываю рукава на дополнительную нить переверну изделие на лицевую сторону всех приветствую себя на канале дорогие мои любительницы вязания мои девочки подписчики ну и кто решил ко мне заглянуть на канал ну и мальчики в том числе и так небольшой обзор моего свитерка который был связан из остатков пряжи нато бомбина marvel петит моточки 50 граммовые 50 граммах содержится 130 метров состав 25 шерсти 25 акрила вот такая вот красивая этикетка эта пряжа предназначена именно для детских вещей то есть не только для детских но вообще рекомендуют эту пряжу именно для детских вещей небольшой обзор того что с этой пряжей связан у меня ветерок пряжа ложится вот таким красивым рисунком так как эта пряжа секционная с мелкими вкраплениями у меня не осталось этого матка абсолютно потому что у меня было 250 грамм я связала ползунки и остаток у меня ушел вот на этот свитерок покажу другую расцветку тоже такая же нако бомбина marvel петит это еще раз говорю вот такая вот секционная пряжа длинными секциями плюс мелкие вкрапления различные идут и когда вяжешь лицевую гладь он ложится вот такими разными разными рисунками я показывала этот свитерок вскользь в одном из своих вязальных блогов и девочки спрашивали как начать вязать именно вот эту вот красивую резинку которая прекрасно растягивается здесь набор итальянский набор и плюс вот здесь вот уже сделано небольшая кетлевочка но это кетлевкой нельзя назвать провязана небольшая полая резинка чтобы голова ребенка когда проходит через это горлышко проходила очень свободно и воротничок растягивался остальное как вы видите вяжется все по кругу при главной линии тушка заканчивается резинкой здесь закрыта резинка иглой рукавчики вяжутся отдельно то есть когда довязывается до тушки рукава остаются на дополнительной нити вяжется тушка затем довязывались рукава так как остатки пряжи у меня было мало я сразу начала вязать горловину и вот эту верхнюю часть нитью и вот здесь вот остатки рукавчики тоже уже довязала серой нитью вот такой красивый ветерок из пряжи бомбина на к мэрвел аппетит меня получился это спинка вот видите здесь связан росток вот в этой области спины то есть росток не после горловины а росток здесь вот в области проймы поэтому здесь вот видите несколько рядов провязано видно что здесь толще а вот здесь вот тоненькая полоска вот таким образом есть небольшой значит росток вот такой красивый замечательный ветерок и так дорогие девочки конце этого видео идет небольшие ролики о том как я набирала резинку как я ее провязывала эту горловину как распределялись петли на перед спинку и рукава это для тех кто спрашивал и просил показать как вязать вот эту вот резинку которая хорошо тянется и чтобы голова ребенка проходила просто полюбуйтесь еще раз расцветкой узором и я вам тоже рекомендую вот эту пряжу на кабамбина марвел аппетит набор первый наборный ряд будет у нас итальянским способом чтобы горловина была свободная и хорошо одевалась она голову для этого берем спицы 375 спиц померила и так отмеряем ниточку чуть чуть побольше длинный кончик чтобы и делаем первый наборный ряд набираю 82 петли заводим спицу вот таким образом и и теперь итальянский способ а то есть у нас нитка перекрученная и от нижнюю нитку ответе вот она нижняя перекрученная делая на вот от верхнюю перекручиваем под нижнюю снизу снизу верхняя верхняя нижняя эти нитка у нас снизу получилось перекрут вот видите значит идем вверх вот нижнюю да она идет снизу вверх вверху вниз внизу вверх и так еще раз медленно попробую зацепили и так набираем свое количество петель для горловины получается вот здесь вот такая вот косичка которую надо придерживать пальчиком чтобы она сильно не перекручивала теперь кончик нитки завязываем на узелок чтоб не распустилась берем рабочий кончик поворачиваем смотрите вся цепочка собрана теперь смотрим первая петля у нас лицевая она видно здесь лицевая а здесь перекручена это будет изнаночную провязываем изнаночную снимаем нить перед работой лицевая провязывается следующая изнаночная нить перед работой возможно у вас первая петля будет изнаночная вы можете провязать потом провязать лицевую а потом будете вязать так как мы то есть лицевая изнаночную снимаем лицевая изнаночную снимается так вяжем до конца ряда в конце у меня осталась одна лицевая я провязываю поворачиваю изделие и вяжем следующим образом первую петельку мы снимаем здесь у нас получается лицевая лицевая мы и провязываем следующая изнаночную мы ее снимаем и перед работой лицевую провязываем изнаночную снимаем лицевая изнаночная лицевая изнаночная и так опять вяжем до конца ряда здесь у меня получается лицевая но вот это вот последняя петелька мы сейчас будем соединять изделия в круг ищем примерно середину разворачиваем чтобы не было ничего перекрученного ну в принципе она у вас уже не должна перекрутиться потому что у нас уже два ряда провязаны и соединяем наше изделие в круг смотрите главное чтобы рабочие нить у вас оставалось а на правой спице этот кончик то что остался нам еще пригодится и теперь нам надо соединить изделие в круг вот эту не провязанную петельку я ее переношу на левую спицу но вообще-то смотрите как вы будете там соединять сами по усмотрению рабочие нить у меня здесь осталось правой стороны вот эта петля не провязаны я и теперь провязываю вместе с первой петлей на левой спице и и теперь изделие буду вязать уже таким образом лицевая первая у меня была изнаночная то есть простой вязкой один на один одна лицевая одна изнаночная так будет у меня вязаться резиночка высота корловины буду уже вязать все это по кругу одна лицевая одна изнаночная вот таким образом я провязала два сантиметра и горловины теперь для того чтобы переходить от горловины к основному полотну здесь я провяжу тоже 4 ряда полы резинки вот в этом месте вот видите здесь тоже растягивается и вот тут вот растягивается хорошо для этого провязывается следующим образом лицевая провязывается изнаночная снимается лицевая провязывается изнаночная снимается нить перед работой лицевая изнаночная снимается нить перед работой и так я провязываю по кругу до конца ряда до конца ряда переходим на второй ряд второй ряд вяжется таким образом теперь мы снимаем лицевую петлю нить за работой а изнаночную мы провязываем лицевая снимается нить за работой изнаночная провязывается и так все вяжем по кругу до конца ряда провязываем второй ряд переходим на третий ряд третий ряд провязывается точно так же как первый то есть лицевой мы теперь провязываем изнаночную снимаем нить перед работой лицевая провязываем изнаночная снимаем лицевая провязывается изнаночная снимается нить перед работой. Так вяжем до конца ряда. 3 ряда резинки пересчитали еще раз все петли и теперь распределяем петли на реглан спинку рукава. Итак у нас получается круг 82 петли у меня. Я оставляю по 2 петельки на реглан. Получается 82 петли минус 1 2 3 4 8 петель отнимаем 82 минус 8 получается 74 петли. 74 петли делим на три части 2 1 4 и здесь по 4 допустим. Но делим примерно таким образом и еще раз делим 24 пополам. Вот это рукава получается у нас по 12. Рукава 12 петель оставляем и 74 отнимаем 24 петли остается 50 петель. Получается на спинку и на перед мы оставляем по 25 петель. Приготавливаем маркеры и начинаем вязать дальше и у нас начало ряда это будет у нас считаться регланной линии со стороны спинки. То есть вот здесь мы сейчас находимся. Итак отсчитываем 25 петель вешаем маркер здесь уже все вяжется лицевыми петлями 25 петель отмечаем маркером. Затем 2 петли реглана перед регланом делаем накид затем маркер делаем накид и вяжем 12 петель 12 петель рукава накид вешаем маркер 2 петельки реглана маркер накид и вяжем 25 петель перед 2 3 4 5 переходим сюда 6 5 6 7 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 10 вешаем маркер 2 петельки реглана маркер накид и 12 петель рукава 1 11 12 делаем накид маркер 2 петли 1 1 1 накид здесь можете повесить маркер если забудите поворачиваем изделие теперь все петли и наши накиды провязываются лицевыми петлями это у нас идет как бы второй ряд мы здесь провязываем наши накиды доходим до накида маркер можно убрать если он мешает теперь у нас видите накида был теперь вы можно провязать или так у вас будет ажурная дырочка или свяжем скрещенный лицевой то есть лицевая накида должен быть скрещенной за заднюю стенку провязываем лицевую петельку можно опять повесить маркер чтобы вы знали где опять делать добавки следующем ряду 2 петли лицевые снимаем затем перекидываем маркер опять провязываем наш накид скрещенный лицевой и вяжем до следующего реглана вяжем до следующих петель реглана дошли до петель реглана накид провязываем скрещенный перекидываем маркер две петли реглана снимаем перекидываем маркер провязываем накид скрещенный лицевой и так мы все провязываем до конца ряда по кругу не забывая провязывать наши накиды скрещенный лицевой а петли реглана две петли реглана просто снимаем не провязываем вяжем третий ряд в третьем ряду мы точно также будем делать прибавки в области регланных линий но две петли регланных линий мы будем провязывать получается каждом или так давайте как вам объяснить чтобы вам было более понятно каждом втором ряду мы делаем прибавки дошли маркером не мешает я сделала прибавку здесь я провязываю лицевые регланные петли маркер сниму мешает делаю прибавку вижу дальше вот получается что в каждом лицевом ряду мы делаем прибавки в области регланных линий петли реглана мы в этот момент провязываем следующем ряду мы прибавки не делаем но провязываем петли реглана в принципе вы можете регланные петли две петли реглана провязывать и не опираться именно на мой на мою вязку сделала накид снимаю две петли реглана делаю накид и вяжу дальше я провязала спинку до регланной линии то есть до рукава закрыла петли рукава на дополнительную нить и я переворачиваю изделие на изнаночную сторону добавляю после кромочной петли одну петельку и вяжу до следующей регланной линии то есть до следующего рукава затем тоже закрываю рукава на дополнительную нить переверну изделие на лицевую сторону вначале после кромочной петли добавлю одну петельку буду вязать в обратную сторону количество петель и высота ростка ну примерно два сантиметра два с половиной ну и сколько количество прибавок вы сделаете это тоже зависит от высоты вашего ростка так я провязала росточек добавились петельки теперь буду замыкать свое изделие круг то есть соединять вот таким образом и вязать уже изделие в круговую перед и спинка соединяется количество добавленных петелек уходит в подрезы а